Как известно, театр начинается с вешалки, но само название «Капустник» возникло в результате одних посиделок у Станиславского дома, когда его жена испекла пирожки из капусты. Актеры МХАТа сидели, пили чай, рассказывали друг другу смешные истории про свою актерскую жизнь, и постепенно это выродилось в такую традицию проведения театральных капустников. Театральная студия «Чемодан» учебная, а вот зритель на ее представление ходит самый настоящий, следит за репертуаром, посещает спектакли с семьями. Все как в обычном театре. Зал красивый, и дети очень хорошо выступают, и впечатление всегда очень хорошее, позитивное. С удовольствием ходим, и с удовольствием следим за репертуаром. Чужих детей любуюсь, красота, какие все красивые. Там такая концепция, дети бездомные, родители покинуты, вот интересно. Там будет отрывок только, то есть это капустник, нарезки из разных спектаклей. В продолжении кулинарной темы можно сказать, что данное театральное действие похоже на окрошку. Эдакая сорти из пластических этюдов, вокальных номеров, отрывков из уже сыгранных спектаклей. Выбранный жанр допускает даже трансляцию от снятого ребятами видеоматериала. Василиса показала свою пластическую фантазию на тему человеческих взаимоотношений, аллегорически сравнив людей с листами рукописи. Номер так и называется «Бумажки». В баснях там животные принимают участие вместо людей, а здесь бумажка, как герой. Богдан же привык работать крупными мазками и выражать себя в объемных театральных формах. Поэтому в капустнике представил целый мини-спектакль «Тайна старого шкафа». Мне эта роль нравится тем, что сперва мальчик был плохой, потом исправлялся, исправлялся все к лучшему, к лучшему и уже хороший стал. В общем, все как у классика. Все смешалось в доме Облонских. Так и на сцене Дэши в этот вечер снежные королевы и гусары, ожившие бумажки и декламируемая социалистическая проза. А что делать? Жанр обязывает.